Росгвардия перед началом учебного года провела тренировку в одной из школ Мурманска. Мероприятие было посвящено отработке тревожного сигнала. На территории школы номер 41 в Ленинском районе Мурманска специалисты Росгвардии организовали антитеррористические учения по отработке внештатных ситуаций, которые могут возникнуть, когда ребята вернутся с каникул и сядут за парты. Обеспечение безопасности объектов образования – это одна из важных задач Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны Мурманской области осуществляется охрана 646 объектов образования, расположенных в регионе. Это детские сады, школы, колледжи, центры дополнительного образования детей. Такие учения для росгвардейцев не в новинку. Ведь они проводятся ежегодно для того, чтобы работники и сотрудники вневедомственной охраны понимали, каким образом реагировать и были готовы к отражению нападения. Обычно с момента поступления сигнала до приезда наряда проходят считанные минуты. Сотрудники Росгвардии принимают участие в совместных учебных тренировках с работниками образовательных организаций по использованию технических средств охраны. Для проверки действий сотрудников и работников при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мурманск – спокойный город, отмечают представители силового ведомства. Однако и у нас случается ЧП. Например, недавно на территорию одного из детских садов проник нетрезвый мужчина. Он нецензурно выражался и не хотел уходить. К сожалению, да, внештатные ситуации часто, ну не часто, периодически возникают. И тогда сотрудники Росгвардии первыми спешат на помощь. Все очень четко, слаженно работают. И мы за это им очень благодарны. Тренировки продолжат проводить на территории учебных учреждений Мурманска и Мурманской области до начала учебного года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова